Доброе утро всем! Оркестр небольшой, играющий с душой Способный понимать Сейчас ты хочешь танцевать, а потом нарисовать С кем ты хочешь танцевать Кому сегодня повезет, кому наоборот Этот сердцу мил, тот его разбил Чем хорош рисунок твой, выбирать тебе самой Дам совет Пусть кто-нибудь погасит свет Пусть начнет издалека На плече его руках Что по любви он говорил И, конечно, попросил Быть с тобою навсегда И ты ему ответишь так Фонари и танцуют до зари Кому сегодня повезет Все слова напутал Кому наоборот Этот сердцу мил, тот его разбил Чем хорош рисунок твой, выбирать тебе самой Браво! Под такую музыку утро может быть только добрым и замечательным у нас в гостях лидер группы Чаев Владимир Шахрин Доброе утро еще раз! Доброе утро, да! Я вот прямо отличился, все слова забыл Да ладно, мы поняли, это была фишка, чтобы показать тем, что вы только живьем работаете И все, оно стало нам понятно Мне захотелось утром сыграть вот именно такую песню, чтобы особенно девчата включили свою фантазию И напредставляли себе самый прекрасный день Напредставляли точно, абсолютно Если бы без звука кто-то смотрел сейчас, как вы выступаете, то он был бы уверен, что это оранжевое настроение Потому что у вас настроение всегда прекрасное, как можно, ладно, мне, это моя работа, тебе, Татьяна Ты приходишь на работу, вы пришли в 8 утра, уже распетый, уже бодрый, красивый, с хорошим настроением Ну, слушайте, я вообще ранняя пташка, я такой жаворон, поэтому я в 6 часов нормально проснулся И уже позавтракал, и живу здесь недалеко, им приехали То есть для меня в 8 утра это не ранний день Ну, потому что вы еще молодой Да и вы молодой, и группа чаев, 38 лет будет, да? Ну, 38 лет, да, мы отмечаем в этом году, вот прямо на днях, можно сказать Вообще, вот эта привычка вставать рано, она появилась в школе, я где-то с 8 класса начал работать дворником И до школы мне нужно было успеть убрать участок детского сада номер 159 И поэтому я привык вставать вот рано и что-то уже делать Вот это необычно узнать про вашу биографию именно такое А раз заговорили про день рождения, как обычно праздновали? Слушайте, ну день рождения группы, это день рождения коллектива, поэтому когда есть гастроли, есть... Ну, в общем, в седле отмечать лучше всего У нас же такой цыганский образ жизни, таборный Поэтому табор двигается, и мы и в этот раз тоже будем в туре У нас как раз получается 27-го концерт в Екатеринбурге По-моему, 30-го мы уже играем в Калуге, то есть как раз вот... Как подготовиться тем, кто 27-го придет разделить этот праздник с вами, отметить, да и 30-го в Калуге Слушайте, ну, 30-го в Калуге мы будем играть другую программу уже, вот, а в Екатеринбурге это такая эксклюзивная программа Мы, так как у нас будет еще 30 лет альбому Дети Гор, альбом такой для нас очень важный Мы сыграем полностью, как бы в первом отделении концерта сыграем полностью альбом Дети Гор Вот все песни в том же порядке, как они на альбоме И потом будет такой небольшой Greatest Hits, ну, с вкраплениями тоже каких-то более свежих песен, но и старых песен Антракта не будет, так я условно, два отделения Поэтому приходите с хорошим настроением, многие задают вопрос, что это в среду после работы Мне кажется, а почему бы и нет? То есть в пятницу, в субботу, в воскресенье у нас и так праздничное хорошее настроение, мы отдыхаем А в среду устроить себе праздник, это такое... Попасть-то еще, то есть можно Тонкое извращение Есть еще места свободные? Ну вот мы сейчас с Ильей говорили, там, по-моему, осталось порядка сорока билетов Друзья, успевайте, это нельзя пропустить Владимир, пресса, критики часто отмечают, что каждый ваш следующий концерт лучше предыдущего Как вам кажется, в чем секрет, в чем изюминка? Ну, это, наверное, самая сложная задача любого музыканта Когда ты играешь классный концерт, ты понимаешь, вот это вот круто Ну, ты понимаешь, что у тебя будет следующий в этом же городе И те люди, кто был на нем, они будут сравнивать, и ты не можешь сделать хуже Ну, я думаю, что все-таки, то есть какого-то музыкального мастерства у нас, конечно, не добавляется, да? Репертуар, да, у нас выходят новые альбомы, мы вставляем в программу новые песни Но основной костяк песен тот же самый Я думаю, секрет в том, что мы созреваем, как хорошее вино То есть ты каждый приходишь через год на концерт группы «Чаев», а это вино стало уже на год старше, оно стало более эксклюзивным Вы изначально были такими, ну, крутыми, вы сразу начали с этого олдскула, вот это вот направление музыки 60-х И вы его дальше привносите, привносите, привносите И молодежь, которая сейчас танцует вот эти странные танцы, она все равно знает, кто такие группа «Чаев», они знают их песни Как вам вот удается оставаться на плаву? Почему вы всегда востребованы? Ну мы вот, тот стиль, который у нас есть, это действительно абсолютно такой первоначальный рок-н-ролльный стиль Конца 50-х, начало 60-х годов мы вот на этой музыке выросли Нам было по 14-15 лет, когда мы начали слушать эту музыку И собрали свой школьный, потом студенческий ансамбль Вот, мы эту музыку понимаем, знаем, вот глупо нам сейчас делать хип-хоп Я ее как бы не внутри этой культуры, я все равно промахнусь Это будет смотреться как пародия Я смотрю, иногда какие-нибудь юмористы изображают, чтобы было смешно каких-нибудь рэперов А на самом деле это грустно очень смотрится, не смешно Поэтому мы делаем то, что мы делаем Я думаю, что сейчас не так много коллективов, кто в таком первоначальном варианте играет эту музыку То есть вы хотите увидеть и услышать, вот как это было в 60-х, 70-х годах Приходите, вот группа Чаев, две гитары, бас, барабан и больше ничего Никаких компьютеров, никаких плейбэков На концерте в Екатеринбурге рэпа не будет, мы это поняли Будет группа Чаев и новый альбом, мы об этом обязательно чуточку позже поговорим Мы неимоверно рады, что вы здесь с нами встречаете эту музыку Спасибо большое Доброе утро всем, кто только что к нам присоединился Утренний экспресс на ваших экранах Вы сделали очень вовремя Кнопку нашу, да? Кнопочку нажали, потому что у нас в гостях Ливер группы Чаев, Владимир Шахрин Доброе утро еще раз Очень рады видеть вас в нашей студии Продолжаем разговор о музыке Будет 27 числа Концерт в Екатеринбурге, который посвящен Юбилею альбома Который называется Дети Гор Да, расскажите про этот альбом Немножечко Ну, это такой для нас очень важный веховый альбом был Это в конце 92 года У нас появился такой профессиональный менеджмент у группы То есть мы, можно сказать, из любительской группы Свердловского рок-клуба Стали таким профессиональным коллективом У нас появился Илья Спирин Который вот сегодня здесь в студии сидит как директор У нас появился продюсер В Москве Дмитрий Гройсман И он договорился со студией Стаса Намина На тот момент это была самая крутая студия Но сейчас очень хорошая студия в Москве И мы поехали записывать альбом в Москву И там помогали, приходили и звукорежиссеры, и саунд-продюсеры В то время там, ну, такие самые практически топовые Там были какие-то инструменты невероятные, которых у нас не было Многоканальный магнитофон такой 24-дорожечный В общем, все это была такая серьезная история И мы записали альбом И он уже сразу вышел В то время появилась CD Новый такой носитель Он вышел на CD Он вышел на виниловых пластинках И мы сделали в горбушке презентацию этого альбома В общем, так как бы началась новая история И многие поклонники группы «Чаев» Они это чувствуют, понимают, очень любят этот альбом Потому что так как до этого знали группу «Чаев» В основном люди, кто интересовался Вот какой-то рок-клубовской историей Такой андерграундной музыкой, по сути дела То это уже стала музыка Вот она на радио зазвучала Там клипы появились То есть там «Не спешит нас хоронить» Вот клип появился он с этого альбома Мы здесь тогда в Екатеринбурге С силами как раз 4-го канала Сняли видео-версию Она до сих пор в интернете есть Всего этого альбома у нас в «Тюзе» И она очень прикольная такая До сих пор классно смотрится Вот так что этот альбом стоит того, чтобы его там раз в 5 лет хотя бы играть целиком В этом альбоме ну почти все Да ладно почти Все треки это хиты Вот тогда, когда вы отправлялись в Москву делать вот этот весь продакшн Вы понимали, что все это новая эра Теперь мы зазвучим иначе Теперь нас будет знать каждый И можно ли считать, что как раз вот это вот новое видение Московская продакшн Какой-то новые специалисты Именно они помогли вам зазвучать иначе Либо все-таки это опыт, который пришел И в 92-м вы вот крутанулись Ну мы, честно говоря, у нас даже было чуть наоборот настроение Мы сомневались, надо ли это ехать в такую там студию Надо ли нам писаться в Москве Нужны ли нам какие-то посторонние уши Мы и сами все умеем И я вам честно скажу, что когда альбом свели То есть у нас было не очень много времени Мы за 10 дней записали этот альбом И уехали обратно в Екатеринбург Уже переименовали И сводили его без нас И когда мы услышали результат, нам не очень понравилось И поэтому мы потом здесь в конце 93-го года В маленькой крошечной студии в три раза меньше, чем вот это Просто на 4 микрофона под простые гитары Записали альбом «Оранжевое настроение» Где было крупно написано «Не московская концепция звука» То есть этот альбом был как бы в пику туда «Дети гор» Но прошло время и мы поняли, что мы были, конечно, не правы Что там действительно есть саунд и он слушается до сих пор Вот чем как раз, наверное, диски, пластинки, любые носители Будут отличаться от того концерта, на который мы всех приглашаем Тем, что поскольку это все будет живой звук, а не запись Возможно, доля какого-то другого настроения Немножечко все будет иначе И опять звучит все по-другому, но также славно и радужно, как мы все это знаем и любим Слушайте, мы любим эти песни Нет, мы на репетиции сейчас репетируем их, повторяем И это классно звучит, поэтому я уверен, что будет здорово Когда вы пишете песни, вы уже понимаете, что это вот будущий хит? Или это всегда загадка? Точностью наоборот То есть вот когда мы альбом начинаем репетировать Нам кажется, что ну вот это вот Вот это вот что-то такое новое Вот это вот сейчас все оценят Вот это будет прямо бомба какая И оказывается, совершенно нет Что вот самая простая песня, которую мы вставили, условно говоря В последний момент? Ну вот как Аргентина и Майка Вот ее просто вот вклеили в альбом, туда вставили А она стала главным хитом, условно говоря, в альбоме А вот альбом, про который я говорю Шикагали, да Там была песня, например, «Черные дыры» Я думал, вот это вот прямо эпическое произведение А вот он, а его кроме Узкого круга Ценители только Ценители В общем, никто и не услышал Нечего изобретать велосипед, правильно? Вот такой лайфхак для молодых артистов от вас, Владимир Ну, то есть, условно говоря, если вам нужен хит, который Ну, как бы двинет Вот я всегда молодым артистам говорю Вот вы пишете хорошо песни Это такие вагончики, вы их загружаете Вот багажом таким своим Один, два, три вагона, все Но вам нужен локомотив Кто сдвинет это все с места Это локомотив, иногда бывает Очень простой песни Очень простой, доходчивой песни Но которая ложится на ухо Зрителям, слушателям Слушатели ее запоминают Они ассоциируют ее с вашим названием И дальше те, кому интересно Возможно, они уже будут слушать то, что у вас есть в других вагончиках Расскажите, есть ли какие-то у вас ближайшие планы, чем-то можете поделиться Ой, нам нужно закончить тур Мы, конечно, монтюристы В этом году мы отыграли в Екатеринбурге, в Москве Традиционно в начале года зимнюю акустику попутную И как-то народ в стране проявил такой интерес Ну, вот промоутеры в разных городах Мы тоже хотим эту программу И мы весной проехали, по-моему, 16 или 17 городов Вот, и сейчас у нас, по-моему, будет еще порядка 20 городов Вот с этой же программой акустической Ну, практически до середины декабря И это достаточно такой плотный график То есть мы доиграем эту зимнюю акустику Конечно, летом и осенью зимняя акустика неправильно Мы теперь написаны внеплановый концерт Но если вы будете в других городах каких-то Смотрите, вот, чай внеплановый концерт По сути дела, это зимняя акустика екатеринбургская Нужно уже задумываться, на самом деле У вас же скоро вообще юбилей 40, это прям уже прям цифра Ну, хорошо Это ого-го Мы будем ждать от вас каких-то новых побед Что-то, что опять нас порадует Ну, мы в следующем году хотим немножко сократить гастрольную деятельность Как раз, чтобы слушатель соскучился к 40-летнему Ну, и мы хотим сделать тоже новый альбом Начать репетировать песни То есть больше в студии посидеть И позаниматься новым материалом Делать программу тоже, следующую юбилейную Поэтому будет все круто Если вдруг будете переснимать клип Аргентина и Майка То я за Майку и легко могу сыграть актера на любую роль В школе у меня куча прозвищ было У меня вот такой вопрос к вам А вот вы в школе хорошо учились? Ну... Или музыкой занимались уже? Музыкой занимался, то есть чем угодно занимались Ну, в общем, учебой-то в последнюю очередь Нет, не очень хорошо То есть когда мне надо было, я, конечно, мог выучить все И получить Ну, то есть у меня такие были Или двойки-тройки Или четверки-пятерки Здравствуйте! А мы сегодня спрашиваем наших зрителей Какие у них были замечания У меня замечаний было полно У наших телезрителей тоже Татьяна тут одна, ангел У нее замечаний не было Да У вас в школе в дневнике были какие-то замечания? Играл на гитаре во время природоведения? Не знаю Ну, во-первых, у меня где-то надо посмотреть Мама моя сохранила дневники И там есть очень смешные надписи Такие, например, как «Опять пришел в школу в кедах» Да Да, да, да Вот Потом Кидался хлебом и кефиром на уроке Ну, там, да, было Вплевался там в девочек условно Из трубочки с жеваной бумагой Там какие-то такие смешные всякие надписи ездят Спасибо вам огромное, что заглянули этим утром в нашу студию Очень здорово, что вы играете 27 числа во дворце молодежи Запомнили? 27 числа во дворце молодежи во сколько начало? В 19, ну, я думаю, в 19-15 начнем То есть все-таки рабочий день Там 15 минут всегда есть Ну, приходите пораньше, легче заходить В 19 все-таки вот самый Да, самый пик Столпотозарение Владимир Шеврин, спасибо большое, что Всегда радуете нас Всегда у нас в эфире появляетесь И творческих вам успехов С наступающего дня рождения Спасибо, ребята Спасибо всем